народ всем привет как вы поняли часы у меня наконец-то удались удались они далеко не с первой итерации я даже сказал с 3 на самом деле первая была на платах самодельных лутом вот когда снимал часы эти на видео интересный эффект заметил когда развертка видео захватывает вот эту динамическую индикацию получается вот такой вот забавный эффект когда видеокамера настраивается на светочувствительность то есть чтобы в темноте лучше кадры получались ну в общем хрен с ними поехали коллеги на работе говорили мне что зачем я делаю эти часы на люминесцентных индикаторах когда на газоразрядных куда круче куда дороже солиднее не знаю как по мне так вот эти часы на люминесцентных индикаторах выглядят куда красивее они успокаивают что ли в общем вот это сине-зеленое свечение да есть интересные дизайнерские решения с газоразрядными индикаторами там типа постапокалипсис какой-то там киберпанк стимпанк пангли не знаю не шарю в этой теме в общем и чисто на газоразрядных делать я не собираюсь если только по заказу будут что касаемо корпуса но в итоге кое-как с горем пополам я выфрезеровал три куска из мебельного щита склеил их вместе с собой вот как можно видеть и приклеил заднюю стенку фанерку 4-мм высверлив четыре отверстия под кнопки и также под шнур питания ох чувствую я сейчас словлю дизов за желтую изоленту кстати как ни странно все кому я показывал этот корпус все говорят что он очень подходит для этих часов так как он как будто вырублен топором то есть он кажется очень брутальным но лично мне это не нравится я буду думать как сделать корпус лучше мне посоветовали корпус выпилить из ламината подобрать цвет и выпилить сделать не стык ну как стык стык под 45 градусов в стенке не знаю это достаточно сложно сделать ровно 45 градусов без особого инструмента ну ладно подумаем если кто что может посоветовать по поводу корпуса пишите пожалуйста комментарии платы я заказал соответственно из китая черный матовый цвет вообще бомбезно смотрится эти часы с такой расцветкой плат чем-то похоже на продукцию компании apple если кто разбирал там айфоны маки видели черные платы где куча куча компонентов все очень мелко так напихано в свое время работал сервисном центре подрабатывал студенческие годы и приходилось айфоны 5 и 3 star перепаивать и менять модули и в общем неплохо на этом можно было так подзаработать да надо корпус продумать не только для индикаторов и в 22 но еще для индикаторов и в 6 это я думаю совершенно разные корпуса будут с разными идеями как можно заметить собрал я уже три прототипа один в каком-то сраном корпусе и они тестировались у меня на протяжении трех недель то есть почти три недели они у меня работали без остановки и лишь одни которые были собраны первыми отстают на минуту в неделю это очень большой результат я думаю это бракованный кварцевый резонатор попался так как конденсаторы подпавил я к этому резонатору все из одной партии на 12 пикофарад два месяца назад я себе приобрел чпу гравировально-лазерный станок многие его называют фрезерный но нифига он не фрезер вот на нем пытался я выфрезеровать корпус из мебельного щита и эта идея она была очень-очень фиговый так как я сломал движок двигатель постоянного тока который как раз вращает фрезу но я уже заказал мне пришел новый ну больше я такой фигней заниматься не буду использовать этот станок буду только по назначению также вот я пытался корпус выпилить точнее выжечь лазером который я заказал на на 5 5 ватт но либо я делать что-то не так я сколько обзоров смотрел того как заказать это все все писали что за четыре прохода 5 5 ватта лазер очень даже неплохо режет 4 миллиметровую фанеру я жёг ее на 8 проходах пытался максимально сфокусировать луч чтобы он максимально тонким был но вот как можно заметить прожег всего там меньше трех миллиметров это за 8 проходов на скорости уже не помню какая ну очень-очень медленно у меня шел лазер ладно буду с лазером еще экспериментировать когда я всецело и полностью освоит этот станок конкретный лазер и гравировку возможно даже и фрезеровку у меня что получится конечно не хочется насиловать ну ладно сниму видео свои так сказать отзывы об этом станке станок cnc 3018 если кому интересно что касаемо схемы тут ничего нового нет ничего необычного тоже но на всякий случай я прокомментирую что я понапихал на эти платы 2 сам мозг устройства это микроконтроллер stm 32 f138 t6 тут у меня промаркирован немножко другой но распиновка такая же поэтому не столь важно к этим контактам подпаиваются кнопки подтягивающий резистор к ним разъем для программирования резет с подтяжкой и кнопкой для сброса на всякий случай также x12 у меня one wire интерфейс для подключения датчика даже т22 для оптического сенсора который я в прошлой версии закладывал чтобы была не кнопка при приближении руки он часы переключались на показывание влажности температуры и давления и через какие-то секунды возвращалась обратно к индикации времени но в это я пока в коде ничего не добавлял потому что ну я не реализовал программ на опрос температурного датчика датчика давления датчика влажности в общем пока не до этого нету банально на это времени бузер бузер интересно назвать зумер пищалка одним словом вот этот резистор можно заменить резистор r61 на 0 ом ну или близки к нулю там один он действием неважно иначе пищит очень тихо в принципе вы либо слышали бы еще услышать сейчас я покажу при переключении минут часов он слишком тихо пищит ну все остальное нормально принципе резистора 63 можно не ставить если что так здесь все ясно индикация на сегменты на индикаторы то есть четыре индикатора по 7 сегментов на каждый у меня их 6 нет 7 собрали так это опять же стм к питание тактирование поданным да еще важно замечание у меня здесь стоит r17 10 килоом я его исправлю даже наверное прямо сейчас его исправлена просто напросто часы не инициализируется при таком большом сопротивлении во всех версиях то есть у меня три сейчас платы устроены собраны для тестов и не в одном из них так этот оставим он не изменится заменил на 0 ом в двух часах заработала в одном в самом первом не заработала дело было по моему в этих так стоп вот в этих конденсаторах но я перепаял и конденсаторы и генератор и все заработало и вот эта вся связка отправилась на помойку я отчета даже так и не разобрался генераторе было дело или в кондерах работает и хорошо всяком случае то партия китайских генераторов часовых у меня закончилась и я заказал из чип и дипа думаю хоть там кэшта же китайщина но должно быть брак поменьше ладно посмотрим сейчас не об этом конденсаторы по питанию и стенки все по классике датчик давления который в прошлой версии если кто смотрел у меня был распаян проводками так как у меня был зеркальный footprint я это все подправил сейчас все отлично стало все должно работать и конечно еще не проверял ну программно добавить я думаю проблем не будет как раз кто хочет освоить программирование стрема пожалуйста схему выложу эту в описании дисси преобразователь на 17 вольта который на накал идет выполнен на вот этой микросхеме работает изумительно не греется не пульсирует как в прошлый раз у меня был тоже на 17 вольт был собрана на эмси 34 063 и были какие-то заметны пульсации даже конденсаторы не спасали было неприятно сейчас же все работает хорошо и здесь шишка на 27 вольт их у меня две как я уже наверное говорил не знаю одна на мт 360 8 были заказаны вот такие вот 10 10 преобразователей было заказано полтора десятка на всякий случай так как заказаны микросхемы отдельно оказались браком прошло много времени мне уже пришла это большая партия десятишек сник все прекрасно работает никаких проблем нет ну ладно принципе 25 русских рублей за штуку это не так дорого я думаю также вот в обратную связь вставлены контакты для подпаивания фоторезистора то есть надо просто получше откалибровать сопротивление чтобы при засвечивании фоторезистора яркость увеличивалась при затемнении уменьшалась я пока что сделал не очень хорошо и это едва заметно но заметно по поводу dc преобразователя на 27 вольт я на всякий случай подстраховался и развел один на вот она схема плата точнее с индикаторами и на ней я как вы могли видеть уже сделал тоже повышающий преобразователь тоже с цепью обратной связи с фоторезистором но уже на другой микросхеме xl609 опасно опасно подбирать выбирать вот эту диссишку на вот это напряжение если там на 20 вольт настраивать индикаторы в принципе будут гореть светится с той же яркостью но это будет для нее безопаснее опять же я в своих часах буду ставить именно вот этот дисси дисси преобразователи в нем я уверен так ну так же вот если взглянуть на 3d платы вы увидели в живую я думаешь нет смысла на этом останавливаться ну выглядит я думаю это достаточно красиво все разводилась проектировалась программе altium designer меня уже друг попросил кит набор для спайки то есть чтоб я ему собрал кит набор дал две эти платы индикаторы компоненты подобрал и уже запрограммированный микроконтроллер то есть я наверно микроконтроллер запаяю прошью если все удачно прошьется то отдам ему эти платы так как у него нет программатор ему не охота заморачиваться там с установкой дополнительного по для программирования просто хочется спаять запустите чтобы все работало думаю если кого-то тоже интересует либо готовые продукт скажем так либо кит набор пишите в комментарии на почту чем придумаем всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки пока